приветствуем вас на канале урал спецтранс сейчас константин все мои слова уже забирает мне уже ничего не остается говори уже я только говорю всем привет и потом подписывайтесь на канал урал спецтранс ты еще улыбаешься всю дорогу тебе ход смотрят то из-за твоей улыбки ладно мы снимали маслостанцию урал 43 20 6 на 6 и там столько было вопросов вот василий александрович урал 43 20 бескопотник да вы чё нифига не пойму александр вот написал вы имеете дело с уралом разбираетесь модификациях так что давайте поясните людям я показываю нас уралы 43 20 окружает что это 55 57 самосвал 32 55 это вахтовка все остальные это 43 20 не уралаза вообще скажем так с обозначением напутано поэтому наверно будем руководствоваться общими принципами то есть начнем с того что базовое шасси за исключением кабины и части деталей адаптированных под кабину они по большому счету у всех машина одинаково урал 43 20 то есть будь то да ну пусть пусть это будет во всех случаях урал 50 их модификации да и очень много то есть урал 43 20 очень много модификации есть вот у нас все все модификации которые на сегодняшний день на полноприводных машинах здесь выпускается они находятся в этом цехе то есть вот пожалуйста у нас седельный тягач сделаны на шасси 43 20 так или иначе то есть они могут отличаться межколесным расстоянием то есть вот этой базы то есть модификации могут отличаться базой могут отличаться двигателями но при этом при всем у них будут одинаковые раздатки одинаковые мосты одинаковые редуктора и так далее то есть давай начнем со старого урала то есть вот он у нас урал в данном случае это урал базовое шасси скорее всего 55 571 но это несущественно то есть это уже не важно то есть какое базовое шасси надо еще раз говорю урала за настолько все перепутано что надо смотреть на комплектацию в данной машине стоит двигатель емз 65 654 почему я знаю потому что я эту машину продавал да я эту машину продавал клиенту то есть это обычный классический урал с обычной классической кабиной капотный железный старый вот значит мосты здесь с межколесной блокировкой блокировкой раздатка здесь межосевой блокировкой здесь везде воздушные воздушные тормоза то есть как на всем семействе урал сейчас все то есть можно теперь от этой машины плавно перейти допустим к следующей машине которая появилась вслед за этой точно на нет не мульти ван то есть к этой машине адаптировали вот эту кабину то есть это вот бескапотная кабина и вековская в свое время она делалась для автомобиля и века потом итальянцы нам отдали штампы значит сейчас эта кабина полностью производится на уральском автомобильном заводе то есть она штампуется здесь полностью штампуется за мать завальцовывается все двери красится начинка внутри тоже вся наша ну или 99 процентов здесь локализовано уже всей начинки вся наша то есть по большому счету эта машина отличается от этой машины только кабинами есть еще одно небольшое отличие это мужики проверяет у нас у нас идет сдача лесовоза до проверяет поворота тормоза ну чё все путем продолжаем значит единственно что на этой машины недоступно что доступно там это разные движки то есть допустим на версию без капота ставится семейство только уже рядных двигателей и mz 536 то есть это рядная шестерка ту машину можно заказать и с рядной шестеркой и своеобразной шестеркой то есть там двигателей 65 654 и mz 536 здесь только mz 536 вот но двух модификаций она бывает то есть двигателем 275 лошадей коробка ярославской и с двигателем 312 лошадей она идет с коробкой zf9 ну собственно вот машина и вот они идентичные вот то есть у нас там седельный тягач там седельный тягач и вот мы плавно с тобой перекочевали к другому лесоводу как они у нас удачи и этот и это так или иначе это тоже урал 4320 можно его рассматривать либо ну неважно 55 57 или 55 571 это вообще аббревиатура она еще идет я помню еще школьником был 4320 это был бортовой автомобиль 5557 это был сельхозник 50 571 это был самосвал задней разгрузкой сейчас все немножко перемешалось поэтому не стоит обращать на это внимание сейчас у уралов гораздо больше имеют значение последние цифры которые значит промежуточные цифры в обозначении шасси обозначает комплектацию последние цифры обозначают двигатель перешли мы к этой машине это урал тот же самый урал стоит же самой рамой с теми же самыми мостами раздатками здесь допустимы какие двигатели то есть здесь у нас может стоять двигатель рядная шестерка 275 лошадей с коробкой ярославской и 312 лошадей с коробкой zf9 эта машина вот я сейчас кстати могу ошибаться сейчас у мужиков спор спросим саш слушай из памяти вылетела она next и движок v-образник ставится или нет нет все то есть тут только реально то есть тут тоже только рядный двигатель доступен новая кабина только с рядом двигателя несколько типов мощностей несколько типов коробок но движок только рядом все в остальном во всем остальном это унификация идет со всеми остальными уралами ну наверное рассказали дин ответил на вопросы теперь моя речь подписывайтесь на канал у нас есть ссылки в одноклассника вконтакте инстаграм фейсбуке я еще даже эту речь вещь с ошибками говорим саграм должен ты буду наш что а чуть заговариваешься туда то есть еще раз все одинаково все взаимозаменяемые за исключением кабины ну и части деталей которые есть на кабине то есть промысла станцию может пойдем расскажем про тоже вопрос а чё там был ну не знаю там тоже не там вопрос был про шасси а вот скосы еще какие-то скоса есть тут расскажу тут теплее зачем знаешь как в анекдоте в анекдоте ты горит и ты тут чё ищешь ты где потерял там а чё тут ищешь а тут под фонарем светлее один у нас теплее борис серафимов написал зачем будка со скосами а чтобы проходить железнодорожный габарит есть такое понятие как железнодорожный габарит не вытащишь его на улицу короче если если будка будет без косов то есть при должном потолке до заданном и скосов не будет она не подойдет под габарит соответственно ну где-то в туннеле груженая машина на паровоз не проедет просто либо если проедет придется искать такие туннели такие обходные пути либо мосты где это будет стоить гораздо дороже то есть уже железнодорожников есть несколько понятий не габарит от есть понятие габаритный груз есть понятие 1 не говорит 2 и так далее и за каждый за него надо доплачивать поэтому делаются скосу чтоб машина на ж.д. проходила в габарит всем пока всего доброго до свидания мужики у вас там клюет нет у нас что-то глухозимье наступило рыба перестала клевать пишите где где клюет блин я поеду до свидания а